А начинаем мы выпуск с новости о семейном конфликте, который произошел в Иркутске, но уже обсуждается на федеральном уровне. Причина такого резонанса – участие в нем цыганского табора и нарядов полиции. События развивались в одном из кризисных центров для женщин. Туда за помощью обратилась испуганная иркутянка с гематомами и отеками. Она жаловалась на рукоприкладство со стороны своего сожителя, представителя одной из этнических групп. Мужчина не заставил себя ждать, приехал за любимой в сопровождении многочисленных родственников. Так как новая постоялица добровольно уезжать отказалась, события вылились в штурм здания. Прекращать его неоднократно приходилось полицейским. Им было подано заявление о побоях, но позже женщина его забрала, после того, как неожиданно пропала. Сотрудники кризисного центра всерьез обеспокоены ее судьбой. Переживают до сих пор, потому что все эти две недели, пока она у нас находилась, нас периодически атаковали. Сегодня мне буквально звонили, требовали убрать все статьи из интернета. Чтобы эта история замялась, убирать мы, конечно, ничего не будем. Мы, наоборот, еще больше будем писать, потому что то, что происходят такие ситуации, и что женщин забивают до такой степени, это неважно делать даже не в национальность, а все в чем-то. Это в том, что женщины терпят побои и продолжают оставаться в таких ситуациях. Данную ситуацию в полиции отслеживают, в том числе и из-за детей. У главной фигурантки событий их трое. Место жительства женщины и ее гражданского супруга установлено. Туда теперь будут приезжать с проверками сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Пока, по данным силовиков, причин для наказания родителей и тем более изъятия детей из семьи не выявлено.